Здравствуйте! Сегодня вторник, 11 августа. В эфире новости от Максимаркетс. Наш официальный партнер – информационное агентство банкир.ру. В этом выпуске – обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях. К этому часу в экономической статистике вторника Австралия представила июльский индекс делового доверия. Япония опубликовала изменения объема заказов на оборудование. Далее в ходе дневных торгов Центр европейских экономических исследований Институт ЗЭФ обнародуют августовские индексы настроений в деловой среде и текущей ситуации Германии, а также аналогичные показатели в целом по еврозоне. Кроме того, Германия и Италия опубликуют июльские индексы соответственно оптовых и потребительских цен. Великобритания представит индексы совпадающих и опережающих экономических индикаторов за июнь. Канада отчитается по количеству закладок новых фундаментов под строящееся жилье. В американской статистике будут опубликованы еженедельный индекс розничных продаж «Красная книга», изменения объема оптовой торговли и объема запасов на складах оптовой торговли. Евродоллар после пятничного обвала и последующего восстановления начал вчерашние торги в режиме консолидации, торгуясь в узком диапазоне вблизи достигнутого максимума 1,0978. Особой динамики в этот день рынок не ожидал, поскольку ничего примечательного в плане макроэкономической статистики не было. Лишь во второй половине дня в США были запланированы два выступления – заместителя главы ФРС Стэнли Фишера и президента Федерального резервного банка «Атланты» Денниса Локкарта. Оба выступления имели достаточно высокие шансы оказать сильное влияние на курс доллара, что в результате и произошло. Однако еще до этого евродоллар дал сбой на выходе в еврозоне негативного индикатора экономической уверенности инвесторов. Реагируя на показатель, курс пары вышел из диапазона и на снижение протестировал линию краткосрочного восходящего тренда 1,0925. Тем не менее, развить дальнейшее снижение медведям не удалось. Сообщения о стабилизации ситуации в Греции и очевидный прогресс в решении греческих проблем остановили снижение пары и развернули курс единой европейской валюты на восходящее движение. Рост пары был поддержан также и некоторыми противоречиями в выступлениях представителей ФРС, продемонстрировавших отсутствие общего подхода к началу процесса повышения ставок. Стэнли Фишер акцентировал внимание на проблемах мировой экономики, как на негативном факторе для экономики США, а также указывал на необходимость низких ставок для продолжения восстановления американской экономики. В свою очередь, Локхард демонстрировал убежденность в том, что мировые риски уже прошли, экономика вполне устойчива, инфляция растет и повышать ставку можно на сентябрьском или следующем за ним заседании ФОМС. Впрочем, в определении даты повышения Локхард сослался на качество поступающих экономических данных. В итоге рынок сохранил сомнения относительно сентября и принялся активно покупать евро. К концу дня курс пары зафиксировал недельный максимум на отметке 1,1041 и завершил торговлю вблизи этого уровня. В нашем прогнозе на вторник предполагаем коррекционный откат и снижение пары в ценовую зону 1,0960-1,0935, а затем возобновление восходящего движения курса единой европейской валюты к ценовым уровням 1,1040, 1,1070, 1,1100 и 1,1134. Совершенно пустой экономический календарий, как следствие отсутствия собственных драйверов для активного движения, вынудил быков по фунту на вчерашних торгах ориентироваться на ценовую динамику единой европейской валюты. Слабость доллара и стремительный рост евро спровоцировали покупки пары фунт-доллар, курс которой, пройдя на подъеме от минимального уровня в Азии 1,5457, около 150 пунктов достиг на исходе торгов ценовой уровень 1,5604, вблизи которого британская валюта и завершила торговую сессию. В нашем прогнозе на сегодня также предполагаем коррекционные откаты, снижение пары фунт-доллар в ценовую зону 1,5550-1,5520, а затем возобновление восходящего движения курса единой европейской валюты к ценовым уровням 1,56, 1,5648, 1,5681, 1,57 и 1,5728. Первое. Форекс-телевидение. С 9 утра по московскому времени. Каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. На вчерашних торгах золото резко пошло вверх. Котировки металла пробили узкий диапазон двухнедельной боковой торговли и закрепились над ним. Драйвером спроса на золото стала активная распродажа Китаем американских казначейских облигаций на сумму 180 млрд долларов. Реагируя на распродажу, инвесторы начали спешно выходить из облигаций, переводя свои капиталы в альтернативный защитный актив. Это автоматически поддержало спрос на золото, позволив быкам продолжить коррекцию цен на металл. Дополнительным стимулом для роста стоимости металла стал отчет Народного банка Китая по объемам золотовалютных резервов, из которого стало известно, что запасы драгметалла в стране выросли за месяц на 24 тонны, а также негативные для доллара комментарии вице-председателя ФРС Стэнли Фишера. В итоге от азиатского минимума 1089,46 долларов курс золота поднялся к трехнедельному максимуму 1108,64 долларов за унцию. К началу сегодняшнего дня ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по уровню вчерашнего максимума – 1108,64 долларов за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх продолжит подъем металла к следующим целям – 1110 и 1120 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для него расположилась на уровне дневного разворота – 1100,32 доллара. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням – 1093,1083 доллара и 1077 долларов за тройскую унцию. В нашем прогнозе на вторник предполагаем коррекционный откат и снижение золота в район уровня недельного разворота – 1093,40 доллара, а затем возобновление роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивления. Сереброна в вчерашних торгах продемонстрировала аналогичную динамику, зафиксировав рост от минимальных уровней на открытии торговли – 14,73 доллара – до максимального дневного уровня – 15,39 доллара. Здесь металл начал корректироваться и к концу дня цены закрыл дневную торговлю на отметке 15,23 доллара за унцию. Ближайшее краткосрочное сопротивление для металла проходит сегодня по уровню вчерашнего максимума – 15,39 доллара. Если возобновится движение наверх, и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к ценовым уровням – 15,50 доллара и 15,85 доллара за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на уровне дневного разворота – 15,13 доллара. Если котировки преодолеют, ее снижение продолжится далее к ценовым уровням – 15,14,85 доллара, 14,73 доллара и ниже. В нашем прогнозе по серебру также ожидаем коррекцию металла в район ценового уровня – 14,90 доллара, а затем разворот и рост стоимости серебра к вышеназванным целевым уровням сопротивления. Информационный видеоканал «Макси Маркетс» теперь в прямом эфире на Ютубе. Подпишись и будь в курсе.